Ежегодный конкурс по техническому моделированию прошел в Петропавловске. Организатор – областной центр творчества детей и юношества. Перед ребятами стояла задача за три часа из дерева смастерить машинку. Как школьникам удалось справиться с заданием, расскажет Илья Кудряков. Научить детей строить подвижные модели и привить любовь к проектированию – главные задачи областного конкурса по начально-техническому моделированию. Показать свои навыки в Петропавловск приехали ребята из трех районов – Кызылжарского, Жамбылского и Шалакына. Участвуют юные техники из семи Петропавловских школ. Мы в этом году решили провести его по автомоделированию, такое направление взяли. Цель нашего конкурса – это привлечь как можно больше учащихся именно к начально-техническому моделированию. Дело в том, что в последнее время инженерные профессии почему-то утратили свою популярность. И именно на начально-техническом моделировании формируются азы именно инженерной науки. Учащиеся учатся работать с инструментом, с материалом, на станках. На выполнение задания участникам дается три часа. За это время им предстоит выполнить сложную работу – спастерить вот такую машинку из дерева. Если все сделать правильно, то при помощи простой резинки поделка сможет ездить. Жюри оценивает не только правильные размеры, но и расстояние, которое сможет преодолеть машинка. Кстати, в этом конкурсе участвует пара – ученик и его учитель. Александр Хвостов – педагог с 20-летним стажем. Мы приехали из Узовжарского района Соколовской средней школы. На такие мероприятия мы приезжаем не первый раз уже, но с этим ребенком, с Кабурой Владиславом, я приехал первый раз. Потому как те мои участники предыдущих конкурсов уже выпускной класс, заканчивают школу и теперь я привез вновь будущее подрастающее поколение. Надеемся, занят хорошее место. Лобзик, напильник, наждачная бумага. И это далеко не все инструменты, которые понадобятся ребятам для выполнения задачи. Никита Чижма учится в средней школе номер 4. Любовь к проектированию и моделированию появилась еще в первом классе, но раньше, говорит, боялся участвовать в конкурсах. В этом году по совету своего учителя все-таки смог преодолеть себя и записался на конкурс. Вместе со своим педагогом Ириной Молдашевой рассчитывает на победу, но для этого придется сильно постараться, ведь конкуренция серьезная. Нам нужно собирать самоходную машину, которая будет работать на резиномоторе. Сейчас я выравниваю колеса, чтобы она не прыгала, когда ездила. Нужно шлифовать колеса настолько ровно, чтобы было меньше трения. Когда закручиваешь колеса задние, то резинка с колесами затягивается и когда отпускаешь, она едет. Такие конкурсы помогают ребятам научиться чему-то новому, найти креативные идеи и воплотить их в жизнь. Илья Кудряков, Желудозбек, Ермуканов, Павел Казаченко. Новости МТРК.